Григорий, поздравляю с победой. Спасибо. Если коротко, какие впечатления от боя остались? Ну, честно говоря, очень рад, правда, искренне рад, что... Честно, больше всего рад, что у меня родители смотрели, мама, папа, жена приехала, моя смотрела. Я очень рад, что я выигрываю, они смотрят. Ну, я как бы готовлюсь хорошо. Стараюсь, по крайней мере. Не все, конечно, получается, но стараюсь. И, ну, как бы пожинаю плоды своей подготовки. Турнир памяти Владимира Воронова насколько это в эмоциональном плане давило или не давило? Не давило, скажу, просто была большая ответственность. Что, как бы, ответственность перед боем сама есть. А тут вдвойне была ответственность, что, как бы, я могу себя назвать его учеником, потому что я тренировался под его ответственностью. Готовился на турниры по самбо. Он готовил меня, поэтому я могу сказать, что я его ученик. Поэтому для меня была большая ответственность выступать. И, ну, проще сказать, не проиграть в этом бою было. Поэтому я старался как мог. Ты выступаешь за клуб Александр Невский, но не за Федор Тим. Когда уже включен в этот клуб? Еще не знаю. Правда. Я просто выступаю за Старый Оскол. Правда. Выступаю за Старый Оскол, за пацанов, за всю команду, за всю школу Александра Невский. Нельзя сказать, что там, вот я за Невский, но не за Федор Тим. Я за всю школу нашу. Поэтому тут нельзя такой градацией заниматься и говорить, что вот я за Невский, но за Федор. Понял. А во многих вот мировых лигах лимит это 120 килограмм. Насколько для тебя проблемно или насколько ты рассматриваешь этот вариант в будущем гонять еще больше веса? Потому что в этом бою ты выглядел намного сушнее, чем в первом бою. Ой, в прошлом бою, я понял. Ну, я специально, честно скажу, специально подгонял вес, специально посмотреть, как я себя чувствую по весогонке. Потому что я себя потихоньку уже начинаю потенциально готовить на сгонку веса. Ну, не всегда, конечно, получается. Вот. Но я себя чувствовал нормально. Полегче, руки летели в этот раз, все хорошо. Да и в прошлый раз нормально все. Я думаю, что со своей командой меня ребята вес гоняют. Они, думаю, мне помогут, подскажут. Ну, или я как-то сам, может быть, подберу себе диету, которая меня подведет к 120. Ну, это все надо пробовать. Но я думаю, что пока не попробуешь, ничего не поймешь. А в будущем для себя рассматриваешь какие-то лиги? Возможно, UFC, Bellator. Честно говоря, пока ничего. Я вот рассматриваю сейчас, на данный момент, финал. Пока финальный бой, а там уже дальше видно будет. Если в финале получится так, что бой затянется, допустим, перейдет на второй раунд или... Я готов. Я готов к этому. Я готов к третьему буду раунду и к четвертому. Потому что я так подозреваю, что это будет пятирандный бой, как это финал, гран-при. И я буду готовиться на все пять раундах. Камил Гаджиев, он сказал, еще три боя, и ты станешь суперзвездой в российском ММА. Что скажешь по этому поводу? Ну, это он, конечно, погорячился звездой российского ММА. Тут вон звезд не сосчитаешь. Просто я делаю свою работу, я выигрываю. Поэтому, что я не занимаюсь хайпом, я не занимаюсь своим продвижением. Я просто дерусь. Ну, я такой, какой есть. Все, я каких-то понтов не швыряю, не стреляю, ничем. Поэтому, если они хотят, чтобы я был звездой ММА, пусть они называют меня звездой ММА. Когда в последний раз довелось потренироваться с Федором Еминянко. А вот я готовился на бой. И он приезжал, маленечко потренировался с нами там. В техническом плане нам помог, подсказал там. И мне подсказал там, маленечко, указал на мои нюансы. Как бы, ну, было что подчеркнуть. Каждый его приезд, я что-то для себя, ну, черпаю с его подсказывать. Изначально планировалось, что он не будет присутствовать сегодня на турнире? Или это как-то потом выяснилось? Нет, я не планировал, что он приедет. У меня там свои какие-то дела. Поэтому я, ну, в этот раз он просто потренировался. Это я в прошлом бою, я хотел, чтобы он со мной вышел. Но он уже говорит, ну, мне, типа, мне надо там куда-то улететь. Поэтому я говорю, ну, Федор Владимирович, все как скажешь. Последнее, что самое ценное, что удалось тебе перенять у Федора? У Федора? Блин. Перенять у Федора? Я не знаю. Правда, это такой вопрос, риторический. Что я могу перенять? Я вот этот вот, это даже нельзя сказать у Федора. Это вообще у всей команды вот этот вот дух бойцовский. То есть, я больше насыщаюсь вот этим, когда приезжаю в клуб. Я чувствую себя прям так, ну, такой вдохновленный. Готов побеждать, рвать, тренироваться. Ну, прям, мне классно вообще там. Благодарю. Спасибо. И желаю вам удачи. Продолжение следует.